приятного времени препровождения с вами как всегда козел альпийский продолжаю я обзор портретов юнитов для апостола для моей игры сегодня у нас на обзоре портретов трау начинаем из трау ангела с вот такого нестандартного юнит дайте поближе его даже рожу посмотрим смотрите какой он одновременный тень и ангелоид и трау судя по цвету его ну его всего да у него видите шкура и шерсть тоже такая и здесь вот козлиная шерсть у него есть есть вот такой интересный юнит возник он именно в процессе получения этих портретов потому что нейронка но выдала вот такой вариант а мне понравилось надо было мне несколько летающих трау для разнообразия сделать вот один из них по-моему это финальная эволюция называется трау ангел то есть такой действительно ангелоидской внешности но при этом это трау следующий у нас это дикий трау да то есть звера трау не тот который звера трау на четвереньках бегает а и вот именно такой дикий трау такой чем-то похожий на звероящера видите то есть вот если вы смотрите ранние рисунки как рисовали звероящеров типа рептилии но теплокровные покрыты шерстью вот у них вот такая вот рожа вот такой трау интересный следующее это его эволюция то сити уже такое на козла похож больше с одним рогом здесь другая другое украшение и третья часть вот такой вот дикий трау уже даже не знаю на кого он похож на чудовище просто на какой похож и в целом то это так и должно быть ведь у него даже зубы на языке такая терка на языке у него настоящий клюв клюв зубы чешуя перья это вот как раз хитин а это вот альтернативные до альт это альтернативная ветка как можно прийти к тому чуваку это вот такой дикий трау с такими вот даже не знаю как назвать тоже зубами шипами очень мне нравится что здесь у него перья сочетаются с чешуей еще один такой же это видимо предыдущий эволюцию нету даже крылышки растут рожки есть крылышки очень прикольный начальный дикий трау вот такой вот есть ну тут у него практически ничего нет такое только еще один и честно говоря я не помню сколько их тут сколько я их тут наделал тоже по три по четыре на 1 разновидности каждого здесь кстати очень интересно такие детализированные перья и вот это вот штука у него так дальше у нас идет генерал это герой ближнего боя трав такой вот типа римлянина здесь очень мне понравилось как нейронка мой стиль передала даже вот эти вот швы они у меня именно вот так сделаны и она даже швы вот так вот сделал с такой текстурой такого цвета белые здорово прямо здесь вот прям совсем один в один мой арт просто просто улучшенный трау грозард это первая разновидность грозарда я уже раньше говорил когда делал обзор именно на траву на свои арты что я не знаю что такое грозард я просто придумала это слово для трау и вот оно такое вот используется здесь сам арт очень классный вот даже не знаю что это такое вот но смотрится следующий грозард вот такой я не знаю честно говоря это более прокачанная версия или предыдущие когда буду уже подставлять там буду смотреть первый уровень жреца трау то есть помните да он там на моем арте выглядел как такой то есть у нее шлем был костяной и здесь вроде как ничего не было здесь посмотрите как сделал нейронка на во-первых сделаем у рожу такую прикольную достаточно с таким вот клювиком маленьким ротиком маленьким клювиком какими-то вот такими штуками вместо ушей во вторых она сделала ему металлический шлем рога только настоящий шлем такой типа бронзовый наплечники бронзовые опять смотрите в стиле disciples 2 такие наплечники с такими рисунками опять же накинутые поверх непонятно чего и вот вообще чисто стиль disciples 2 и вот это вот бляха она мне очень нравится на какой-то это финно-угорское что-то посмотрите вообще просто просто сказка это у нас второй уровень жреца то есть вот снимать себе эти бесполезные бляхи и начинать собственно жречествовать то для чего его и нанимают третий уровень жреца это по моему как раз траус святой или что-то в этом роде посмотрите какой у него классный щит рожа мне его нравится такая такой злой аниме и капюшон мне понравилось что у него капюшон сделан из клепаной кожи это лучше чем моя задумка у меня просто капюшон был сшит из кусков разных а здесь прямо смотрите клепаная кожа просто здорово тоже у нас траву настоятель или как то так это называется жрец 4 уровня здесь у него украшенный какими-то значками капюшон рожа уже такая смотрите какая хитрая зелеными глазами прикольно так это у нас первый уровень траву с двумя мечами то есть это вообще второй уровень существа но вот первый уровень траву с двумя мечами них у всех вот есть вот такая такой я даже не знаю как это назвать клюв клюв не клюв пятак не пятак но в целом он видите тут видно что он недостаточно бронированный у нее такая вот тип одежды а не броня второй уровень траву с двумя мечами здесь у него типа маски одета тоже такой лиловой но видно что это металлическая даже металлическая не знаю из чего сделанная маска такого цвета перья вот здесь эти то есть уже такая типа кожаные у него керасы третий уровень здесь у него маска в виде дракона такая прикольная очень мне нравится опять же какие-то звездочки вот такая есть звезда такая 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 все все звезды короче перебрал какие можно звезданутый четвертый уровень траву с двумя мечами него вот этот вот горжет закрывает полностью его лицо у юнита тут глаза просвечивают но здесь я решил глаза не делать не светить и так неплохо вот особенно мне нравится этот амулет у него здесь висящий очень классно вот даже смотрите вблизи прям вот видно что это такой материал непонятно то ли металл то ли еще что то как раз вот понятно что траву делают из всякого дерьма для себя доспехи это траву копейщик первый уровень такой у него приделан паук не знаю паук скорпион как я уже тогда говорил создание такое приделанное многолапая в качестве брони такой вот на грудной и сам он весь видит покрыт такой типа чешуё или я даже не знаю что на заднем фоне у него замок траву такой видите наляпанный тоже наляпана как у него так и на замке очень прикольно получилось это второй уровень трав копья носу смотрите какое у него лицо лицо совершенно одержимого создания такое да можно было сказать что он нарисовал трехлетний ребенок но это траву они могут иметь абсолютно любой облик вот так вот здесь у него прикольная кольчуга сделана третий уровень траву копейщика напоминает такого антошка пойдем копать картошку что-то типа этого четвертый уровень это такой типа пингвин видите клюв такой жирная морда знаете как это пингвин тоже птица так и здесь вот он не чем-то пингвина напоминает это у него борода напоминает грудку пингвина здесь смотрите сколько у него ремешков и все ремешки годные то есть не как вот обычная неронка вот здесь даже с острием ремень с вот этими с делениями все есть бляха ремня есть пряжка опять же звезды не знаю почему но нейронка траву очень много разных звезд рисует типа они звезданутые эти траву почему бы и нет альтернативное развить развитие пикейщиков здесь у него замок у меня вот на воротах такой замок висит один в один вот типа трав запирает себя на замок ну это очень круто вот кстати у него на заднем фоне башня дейдерическая башня из обливиона или башня белого золота из имперского города то есть понятно где трав побывали побывали везде где только можно следующий юнит который не эволюционирует он похож чем-то на тролля видите у нее такой тролльский нос ухо есть обычно утра у нет ушей но то этих есть вот гребень у него такой петушачий тролль петух что-то такое сзади у него какой-то мелкий щит приделал или броня его защита сделана из вот видите тут сшита кольчуга пришита на ткани здесь покрашенная в синей кожи здесь вот такая вот пластины всякие разные то есть ну из всякого барахла сделан доспехи как это и должно быть у траву вот у нас первый вид траву всадника на келеве здесь на келеве такой более зверский помните как у меня был на келеве сделан просто голова траву приделанная на туловище козла здесь немножечко нейронка постаралась сделала такого видите железо ему добавила добавила что типа ухо сделала ему окантовку рогов то есть непонятно его это рок или это у нее такое украшение виде рога очень мне понравилось как здесь сделано вооружение и доспехи вот этого на келеве то есть у него такая булава граненая типа пирамидальная вот этот шип вообще как дорожный этот дорожный знак приделанный вот этот наплечник совершенно другого цвета то есть реально вот нейронка передала всю суть траву еще один всадник очень-очень похожий очень-очень похожие здесь у него шоры на глазах у на келеве на нос одевается шор на глаза такие красные шоры шоры это чтобы животное не видела куда она едет а здесь видимо еще чтобы не нюхала ничего но что траву по лору очень-очень воняют очень мне нравится что здесь голова практически такая же как там но вот оружие другое здесь меч и доспех более такой более легкий и третий уровень всадника здесь на келеве вообще вот у него здесь такая висит для передачи писем наверное такое туба такая и рожа здесь такая рептильная последний уровень трав всадника он вообще как и памятник бонапарту здесь прям настоящий сам на келеве напоминает рожу настоящего скакуна единственное что у него пасть видите такая немножко не не травоядного животного так настоящий скакун в принципе так тоже может быть как говорю траву и их создание они могут быть но они тоже являются траву просто зверинами они абсолютно любой облик могут иметь так что это все бекова траву искатель это герой летающий герой утра у здесь нейронка ему он так-то вообще лысый а здесь нейронка добавила перья такие прикольные глаз выпущены ну что ж я оставил не понравилось следующий это нас трава арбалетчик они размещены здесь плане того как нейронка генерировала как я их эволюцию размещу я не знаю то есть это как бы просто идет первый арт траву арбалетчика а будет ли он первым юнитом траву арбалетчиком я не знаю мне здесь очень нравится что нейронка сделал арбалет такой как я планирую да здесь действительно ему 6 пальцев и я ставил потому что траву хоть 20 пальцев на руке может быть хоть два это тоже все бекова и главное даже курок вот я такой вот курок у арбалета рису длинный с каплей на конце она вот здесь его оставила очень мне понравилось арбалетчик второго уровня такой чем-то напоминает фантастическое создание из 90-х как их рисовали в американских комиксах типа какой-нибудь лесной лесной обитатель из фэнтези раннего вот такой вот у нас опять же видим всякие руины на заднем фоне у него тоже звезды какие-то то есть видите здесь как бы были звезды приклеены но он их отодрал и куда-то дел подарил другому траву и от них остались только следы очень это прикольно мне понравилось третий уровень арбалетчика у него такая костяная рожа да вот совершенно дикая как у маньяка какого-то и тем не менее это смотрится очень круто и у него видите здесь черпак которым знаете шарики летом раскладывают мама мороженого и здесь у него видите тоже такой чё-то с типа с охлаждением связано очень понятно чем он занимается это вообще какой-то маньяк посмотрите какие какая у него маска на роже с такими горящими точками жуткий совершенно траву арбалет у него нарисован примитивно видите вот так вот но вот такой возможно это будет арбалетчик первого уровня дальше у нас идет трав заклинатель то есть волшебник первого уровня вот такой с синим огнем с перчаткой человек паука такой прикольный волшебник второго уровня напоминает какого-то снежного человека или что-то что-то в этом роде смесь барана и чубаки до вуки это в раз называется то есть вот такой фиолетовый вуки смешанный с бараном очень это прикольно такой дорогой достаточно одежды с кучей блях третий уровень трав заклинателя это такой васка да гамма от мира траву то есть такой знатной одежде куча звезд у него куча ремешков шляпа такая прикольная с перьями я даже не знаю откуда он эти перья взял то есть там видимо прямо скальп снег какой-то твари с перьями не очень нравятся страшные уродливые зубы прям один в один то что я хотел это траву воин самый первый уровень траву не не самый первый второй уровень первый уровень траву с одним мечом то есть который бьет один раз так выглядит траву воин здесь как бы нейронка немножечко накосячила с ремешком разделение здесь не вела черным ну посмотрим что то я с этим буду делать или что-то или не буду у него какой-то значит на заднем фоне крепость шестого дома из моровин да очень нет напоминает не знаю может оттуда нейронка берет референсы вот траву воин первого уровня так он выглядит после обработки нейросетью напоминает он мне чем-то и рептилию какую-то видите вот это вот все у него зубы нос как у ящерицы челюсть такой он получился рептильный но тем не менее неплохо мне понравилось вот траву воин второго уровня чем-то похож на человека такого уродливого видео у него нос такой здесь есть человеческий что-то типа ухо достаточно прикольно я посчитал что это выглядит и оставил траву рыцарь выглядит у нас вот так тоже такой как будто из аниме вот у него такой плюмаж с перьями добавила нейронка ему третий рог на шлем еще вот сюда не только два вот этих рога было на щит она добавила ему какую-то патину очень неплохо еще один трау рыцарь выглядит вот так с такой маски опять же из какого-то лилового металла и даже наверное зубы у него тоже часть маски и вообще он весь такой бронированный супер брони бронированный очень неплохо это выглядит мне понравилось летающий траву безумный траву да у которого на голове одет мусорный бак котел если посмотреть обзор моих артов на бумаге которые сделаны у него там котел одет а здесь у него что-то типа смятой кастрюли смятого бачка и это очень здорово при видно здесь что он смят что реально вот видите заклепки здесь металл смятый металл одет ему на голову это очень здорово мне понравилось очень еще один летающий траву чем-то он напоминает такого певца из из нарисованной группы гориллос вот такие зубы такое выражение лица у него стилистика такая вот мы не чем-то он похож кажется этот летающий трау чем-то похож на человека такой с носом с людским с ушами такими большими ну не человеческим конечно но близким к ним такой вот он летающие они чем больше эволюционируют тем более становятся благородными у нас траву волшебник по моему вот это все таки первого уровня я честно говоря подзабыл такой это гать лицо как задница обычного такое натянутая кожа когда на лице вот говорят лицо гладкая как задница вот это вот такой трав замечательный очень не нравится так это альтернативное развитие помните я показывал такие траву шаманы здесь это чисто козел посмотрите рожа козлиная рога вот нос козлины борода козлины вот чисто козла трав такой правда вот здесь утрожа козла на ремне у нее не сохранилась она переехала к нему вот сюда но я не стал менять ничего мне понравилось вот этот траву козел сохранил частично козлиные рожи вот здесь здесь у него рожа не козла именно рожа траву здесь морда у него такая прикольная у него один глаз больше чем другой и светящийся очень мне это понравилось очень это по-безумному очень это по траву здорово еще один траву козел здесь тоже совсем абсолютно козлиная морда у него то есть вытянутая этот переносица чисто козлины и уши козлины и здесь посмотрите такое вот тоже лицо сохранено правда не совсем козлины такой вот трау шаман на обезьяну похож это у нас за герой траву заклинатель герой он чем-то похож на полу человека полу дракона в оригинале у него совсем по-другому должен выглядеть у него нет носа лысая голова борода обычная такая более-менее людская но такие арты нейронка выдавал они были очень унылые кривые а вот неожиданно она выдала мне вот такой тарт в виде дракона и мне очень понравилось это я решил такой портрет оставить ой это еще не последнее там немножко еще осталось вот он дикий трав такой да который на четвереньках бегает здесь нейронка его даже немножечко ухудшила да мне кажется даже не улучшила ухудшила потому что меня нарисованы и то по моему получше но вот решил я оставить этот портрет он такой хоть и примитивный а неплохой второй уровень зверотрава естественно намного лучше выглядит посмотрите какие у него перья чешуя голова такая стрёмная злобная вот эти вот рога очень круто выглядит третий уровень вообще зашибись в это что-то из-за культуры ацтеков инков ацтеков такая огромная башка уродливая с выпеченными зубами вперед с огромной вот этой шнягой вместо носа 4 4 уровень трав ведь у нее какие-то уже перья из башки растут глаза горят тенью вот у нас у меня вопрос так вот тень выглядит таким огнем горит фиолетовым то есть это высокоуровневое существо видно вот теперь все да с вами был козел альпийский до новых встреч всем пока